Покинул магазин! Нет! Нет, бацана! Нет! Обслужив! Нет! А приезжайте теперь к повеске и там вывез, чтобы закрыть магазин. А я же за свой повесок! Что тут есть, это не заходить! Заходить в магазин, а я сказал! Дамы и господа, мы к вам еще придем. Будет еще просрочка, будет еще то же самое. Анна, вы услышали меня? Меня зовут Катерина, управляющая. Полицию вызывает, вы видите? Екатерина, в следующий раз, мы когда к вам придем, мы будем карманы выворачивать. Хорошо? Хорошо? Да, можно ли? Ну, я шучу. Я шучу. Ну, просто вредь такого не делайте. Не делать чего? Просрочку не выявлять? Да, если ты с собой просрочку. А мы ничего с собой не приносим. Ну, и карманы вам показывать не будем. Так, сразу работники появились. Смотри, как они работают сразу, хотя бы. Ничего не убирают вообще. Это детская послочка, перестану в хранить. Вот, первая пачка и первая просрочка. До 07.09.21. До 07.09.21. Понятно. В принципе, убирайте. Пока что на них ничего не действует. Вообще, вот, все, подари поближе. Смотри, целая упаковка стоит. До 07.09.21. Надеюсь, в карманах мы это не принесли. 07.09.21. Ну, понятно. Ну, давай. Ну, я думаю, можно уже вызывать. Сразу вызываем, пожалуйста, полиция. Здравствуйте. Масло вас беспокоит. Снова у нас дикси. Очень много просроченных действий. Еще одна пачка. Да, да. Ну, что, вот, при с вами разговоре, что у пачки находит? Шесть упаковок. Иммунели. Детское питание. Детские сейчас. Вот они детей старше. Требетки. Называется, опять обосрались. Куча детских питаний просроченных. Вот опять. До 07.09.21. Понятно. Вообще не работают. Нас ждут. Вообще не работают. Ну, вчера же, как они сказали. Ну, и не снимаем просрочку. Вы же этим понимаете. Вот еще 7-ое число. Понятно. Ну, просто складывали уже не будут. Детей от 6 месяцев. Молодцы. Любой разумный руководитель бы уже дал указания. Здесь бы вылезали бы. Уже блестело все. Ну, мне же, говорят, им плевать на эти штрафы. До них все заплатят. А если бы заводили, как должны заводить, посадили бы одного директора. У них работников не хватает? Ну, зашли до сколько минут. Знаешь, ну, мы придем. Ну, пожалуйста, еще. Йогурт, плавника до 07.09. Вот еще. До 07.00. До 06.00. Это мы как бы даже не заметили вчера. А не было. Не было, да? Не было, но. Потому что мы все просматриваем. Это свежий товар, они выставили его. А, то есть со склада выставили, а он уже просрочен. Мы бы заметили. Как не заметили? 6-ое я бы не заметил. 6-ое. 7-ое. 7-ое. 6-ое. 7-ое. Ну, здесь уже свежее вдалеке стоят. 6-ое. Еще до 6-ого. Ну, вот это свежее. В самом конце. Зачем? Надо, чтобы люди купили просроченную. Не каждый смотрит. Ну, и многие не знают, что если будет до 07.00. 7-ого кушать нельзя. Он тоже просрочен снимает. Ну, понятно. Он тоже ему лели, который... Оказывается, сколько она есть. 7-ое. 7-ое. 8-ое. 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 9-ое. Ладно, нам это достаточно. Конечно, достаточно. Более чем достаточно. Сами свою работу выполняют. Это вот сколько они еще детского сняли? Ну, чувствую. Но они знают, куда выкладывают. Поэтому мы проще. Ну, что, свет не погаснет там, надеюсь? Не знаю, не знаю. Может, они просто сейчас заняты просмотром видеоролика, поэтому это не успели. Да, опять мы виноваты. Так, значит, нахлеп будем идти, нет? Слушай, давай не будем тратить время. Лучше бумажки напишем все. Давай, мы, наверное, туда поближе подойдем. Чтобы люди, проходя минимум нас, обращали внимание, чем мы занимаемся. Люди не всегда просрос. Мы им будем об этом рассказывать. Собрали детские официальные, полицию вызвали. Они не снимали. То есть, то, что мы приходим перед дня, вызываем полицию. Ну, они, понятно, говорят, что им приватно. Это все хорошо. И они даже не заслужились. Даже не то, что с вечера утром снять просрочку. Хотя мы пришли весь утро. За час может больше снять. Мы зашли. Сразу работники появились, которые стали снимать просрочку. Они же ставят на то, что у них людей нет. Хотя нет. Все у них прекрасно здесь. Сейчас составим заявление. Это участковый на ответственное хранение. Также вот эти конфеты. Без какой-либо маркировки. Наборно будет, чтобы участковый все это было переписано, взвешено. И большой черный мешок на ответственное хранение. Потому что то, что мы им говорим. Чтобы они устранили данные нарушения. Ничего не происходит. Ну, как-то так. Так, значит, что у нас тут получилось. Вот это детское, значит. Да, вот это детское. Три питания для детей. Вот шести месяцев. Просроченное. Здесь растишка для детей. Вот они от трех лет идут. И это от трех лет. И это от трех лет. Ну, понятно. У нас, я так понимаю, сколько времени ушло на это? Ну, я думаю, минут пять, чтобы это все собрать. Да, да. Причем очень как-то быстро все получилось. Потому что вообще... Причем стояло все в первом ряду. Соответственно, для того, чтобы человек это купил. Ну, многие, опять же, повторю, многие думают, что если будем до седьмого, то седьмого можно кушать. Либо последняя дата седьмое. Так вот, кушать нельзя. Это первый день просрочки. В части молочной продукции это очень опасно. И так же, как колбаса. Самые опасные категории при отравлении. Мы не обходили весь магазин. Мы не работники данного магазина, чтобы за них работу выполнять. Вот мы собрали, опять напишем заявление. Участковый изымет детское питание для передачи. Средственный комитет. А все остальное поставить на ответственное хранение. Вот пока ожидаем. И что заявление ожидаем. Да. Перец 3 килограмма, а я 2 килограмма всего завязываю. Когда не разрязываю. Гландцы. Вес одинаковый. То перец, то слив одинаковый. Копейка в копейку. Такого даже не может быть. Я хоть как ловлю. Чтобы 3 килограмма, 930 килограмма. И там, и там было. Вот съешьте сколько, съешьте. 3 килограмма высох. 1 килограмма. 3 килограмма. 1 килограмма. Все подряд надо называть же. Да. И сроки надо смотреть. И вес. Обы же не будешь ходить. Ну это конечно. Тут они этим пользуются. Далеко я еду, а близко нет. А вдруг вы не посмотрели вы на что? А сколько таких-то не смотрит? Соль. Хорошая. Вы забыли кое-что еще сделать, Катерина, директор магазина? Извините, как минимум. Вы сказали, что вы изменяете, Сергей. Что-то такие фантазии. Дай-ка я засминул. Фантазии офигенные. Уж кого-кого, но не единая Россия-то точно. Сколько единая Россия, Сергей? Сходите, сходите. У вас как не получилось договориться и вы достали камеры? С кем договориться? Продукты продать и мы кушать хотим. Тенис, да ешь просто, да и все, Господи. Я так пойду. Екатерина, мы товар приобрели. Вы отказались взять оплату. Мы сейчас покушаем и все. Все, хорошо. Пойдем, ладно. Внимательно смотрите ролик и смотрите свои слова по поводу вымогательства. А то, что певный прикрывает, какие у вас там с ним взаимоотношения, если вы считаете, что многие об этом не знают, вернее, все не знают, то вы глубоко заблуждаетесь. Поэтому он недолго будет вас прикрывать. Это ваше право. Я не думаю, я знаю. А вот ваше право подумать о том, что я вам сказал. Я вам еще раз повторяю, у вас больше не получится вымогать товар на магазине. У вас прям фантазия вообще, магия преследования. Но это вы сейчас так на камеру берете. Вы к врачу обратитесь. Да, видимо на камеру. Мне явно к врачу не надо, а вот вам, наверное, надо. Серьезно что ли? А что сегодня не выключается-то? Что у вас сегодня масочка такая некрасивая? Из сразиков? Да. А что? Ну там посимпатичнее была. Вы такая были прям цацар. Ну это мое личное мнение. Ну мне понравилось. А вам еще раз повторяю. Не пройдетесь туда-сюда еще, не? Жаль. Вы полицию вызвали? Конечно. Ну кушай где-нибудь, кушай. Не, я как-то запить, наверное. Да и ладно, не буду покупать. Я просто сухомятку не ем, поэтому как бы... А ты будешь минералку есть? Не, водички-то попью, да. Ну что, тогда сейчас куплю. Булочки по какой причине не продали? Потому что они просрочены? Или что? Девушка вам ответственная. Да я вот не понял. Вы мне сказали, что сегодня последний день. Так они последний день просрочены или последний день еще не просрочены? Так я вот не могу тоже понять. Как он понять? Так если они просрочены, давай тогда заявление добавим, да и все. Просрочены, да? Да нет. Да? Да, они не убирают просрочки. Мне интересен. Девушка выставляет новый хлеб, старый не снимает. То есть старый продолжает лежать. Старый лежит. Смотри, это Антука нас так заботится. Я думаю, что это другой покупатель подошел. Никто бы не обратил внимание, что просрочка. Никто бы даже и мысли не возникло посмотреть. Ванька, воду бери, пойдем. А. Дальше ждать. Воду-то забыл. Ну допиши тогда булочки, раз эта просрочка. А эта вкуснее? Тоже горькая. Ой. Невозможно. Деньги ухранили. Так, значит, Денис, ты у нас из Единой России. Я, конечно, поражен Денис. Слушай, если б я знал, что ты из Единой России, я б с тобой не ходил. Ей-богу. Да, теперь все от меня отвернутся. Я стану изгоем общества. Ну это круто, конечно. И она пойдет на нас жаловаться в Единую Россию. Да, она пойдет жаловаться в Единую Россию, что якобы я представляюсь как член Единой России. И что, это какие-то привилегии дают член Единой России? Видимо, да. Для нее, да. Интересно, а что в следующий раз будет? Слушай, я не хочу фантазировать так далеко. Наверное, она скажет, что я представлялся племянником Лужкова или троюродным племянником Путина или Медведева. Ну это сто процентов. Это что-то происходит. Что про срочка делает, да, с людьми? Да, вообще. Что там в фантазиях происходит, я не понимаю. Хорошие полицейские закончились, я так понял? Видимо, да. Здравствуйте. Вас беспокоит масло. В магазине Дикси. Да, мы звонили, с Выводиной разговаривали. Она пообещала позвонить в Ленинский отдел. Потому что я второй день не звонил, а не группу не беру совершенно. Вот, и нам перезвонят, нам никто не перезвонил. Говорят, что не передали, что можем перезвонить участковому. Так а фамилию не назвали? Не называют, мы не знаем. Звонит. Ну это называется бездействие. Угу. Прошло 20 минут, и никто нам не перезвонил. Попробуем еще раз полицию позвонить в Ленинского района. Как они сидят в удержанной части и трубку не берут. Это как вообще? За пять минут целую телегу набрали просрочки. Мы уже все описали. То есть, у часову надо будет просто приехать, просто приехать, составить автосмотр и все. Ага. Больше ничего не надо. Ага. Ясно. И там по прогнозам никакой не можете прогнозам дать. Ого. Часа два. Так а может быть мы можем вас попросить. Вот как раз вот есть полицейские. Видимо может быть. Ну они в магазин похоже приехали. Там номер 212 на двери. Они у нас тогда примут заявление. Детское я на ответственное хранение возьму. И сегодня как участковый приедет в отдел, мне позвонит и я привезу ему уже отдам на изъятие. Можно так сделать, да? Да. А вы можете тогда связаться с ребятами вот такими, которые сейчас здесь? А будьте добры и свяжитесь, чтобы они потом как-то освободятся к нам подошли и так же сами уже все уходим. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Очень вежливые. Обратились ко мне по имени и отчеству. Это малый. Он сказал, что участковый занят. Часа два будет занят. Он позвонит на эту бригаду. Ну, которые приехали. И они к нам подойдут. Мы им заявление на ответственное хранение оставляем. А детское берем себе на ответственное хранение. И когда участковый вернется в отдел, позвонит и... Ну, по налоге, как вчера. По налоге, как вчера, да. И будет изъятным. Причем с ними связь, что и к нам они подойдут. Хорошо. Какой-то чувствую, у тебя скоро будет полная машина детской просрочки на ответственное хранение. Да, потому что что-то не торопится. Ну, вот по старым, расскажу по старым видео. Здесь сколько было на детского просрока. На Мира 14 в пятерочке. Это детское питание тоже просрочено на 5 месяцев. У меня это было в машине. И в итоге я через год все это выкинул. Потому что мне так никто и не позвонил. Да сколько магазинов осталось без наказания. А мы в этот раз так делать не будем. Мы в этот раз привезем сами. Да. Своих двоих. И заставим их принять данные товары. У всех детей как вот так можно относиться? Мы ходим. Мы на этом не зарабатываем. Мы делаем просто... Боремся с ними. Полиция нам должна содействовать. Ну, как тут вот, получается все ровно наполовину. Специально приходим 4 дня подряд. То, что говорит, что они вообще ничего не делают. Обычно люди, которые чувствуют свою вину. Там, хотят как-то исправиться. Признают ошибки. Они на следующий день исправляются. В четвертый день ничего не исправились. Так стало еще хуже. Здравствуйте. А сказали, у вас какие-то акты у нас есть? Забрать необходимо. Смотрите. Мы снимаем и выносим. Снимаем и выносим. Это мы оставляем. Без нас полицейские все это сделают. Ну, булочки, я думаю, они там тоже выкинут. До свидания. До свидания. Поздравляйтесь. Уважаемые гости и подписчики канала. Только не подписан, подписывайтесь, смотрите. Будет очень много новых видео. Все видео у нас интересные. Ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы о наших видео узнавало как можно больше людей. Чтобы наконец-то предотвратить реализацию просроченной и некачественной продукции. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok